Следующее искусствовение будет посвящением одному замечательному человеку, моему коллеге, не побоюсь этого слова. Посмотри мне в глаза. Я стерильная марта совести, я пропитанный спиртом бинт, пережавший артерию. Я нетронутый снег, выступающий резкой проседью на висках, нарочито прилиженных вязкими кремами. Я твоя пустота, поднимающая из-за кромов твоих стратегически важный запас нерожденных сомнений. Ты пришел сюда, чтобы жрать до отвала и пить до таких состояний, чтобы в глазах потемнело. Ты пришел сюда, не ожидая порезов от скальпеля, что скальпелем этим окажется, милая девочка. Посмотри на меня. Я забитая криком молчания. Я старинный ровесник вселенной. Вопрос, что же делать? Я допела его угли, выгоревшая память. Я свободный полет с не раскрывшимся парашютом. Я любой из множества шоковых состояний, пережитых за считанные световые минуты. Ключевая вода, растворенная в сорока градусах, в мутном омуте истины, вынедлишься из стакана с ней. Я, Ань, моя кожа, бумага, покрытая чутким лакмусом. Время, редкий полос, оставила на спине моих вдохи и выдохи плавными ритмами скоды. Ритмы, ломаные кардиограммы на линии времени. Я полярная ночь. Я бутылка с коктейлем Молотова. Посмотри на меня. Ты увидишь свое отражение. Так, сейчас секундочку. Один момент. Чтобы разбавить немножечко реманом. Реальнее нашего времени собирать справки, чтобы получить еще одну справку. На автобусе по взгорьям, по долинам ли я лечу вперед с двумя перекладными. Дети добрые, родные мои, братцы, почему в Москве так долго добираться? Расскажите мне, задерзость не сочтите. Где найти такой путеводитель, чтобы все объял тропинки вне резиновой? Чтобы не было нужды перекладными? Мне шестиполосную дорогу это добираться вон до неврологии. Доберусь на ноги легкие с ветерком, только буду под конец путинем ротиком. Люди, что же делается? Скорости промелькнули на шоссе на Боровском. Унесли меня до взбокрова московские, оплетая сотни перекрестков. Я водитель будущей. Отныне назовусь-ка лучшая Пелегримом. Может, это и неплохо даже где-то. Земли будут мною все изведаны. Мир открою самобытный и целый, если не свихнусь до диспансера. Следующий можно отнести к теме сегодняшнего вечера, к будущему. Оно, конечно, это будущее может показаться не очень радужным, даже очень нерадужным. Но что есть, то есть. Мне чем дальше, тем больше хочется парикадами порасти. Ягозой ощетиниться с базовладонями ржавчина. Раздробить в порошок деревянным прикладом черепные коробки, похожие на обоймы. Чтобы плавился кровью свинец, не оставшийся с гизнами. Чтобы клин клином вышибить. Чтобы лишить лишней прыти ненавидящих, с хрустом ломающих позвонки каждым шагом своим истремлением ненавидеть. Указательным и средним пальцем под козырек возьму. По приказу товарищ командующий, пленных не брали, потому что никто не хотел оказаться в плену. Только трусы последние, вон они там, догорают. Командиры эти сволочи резли с листовками, с дендой. И агитирование сторонников равновесия превратить в штык-ножи или бортики наши стихи. Отказавшимся выпустить дух. Дальше дело известное. Вылезать из окопов, чесать и носить кулаки на крепцах и горбах пацифистов. Из нашего дзота, слава богу, никто бы не стал никуда выходить. Порешили решить прямо здесь тех трусливых уродов. Морость, морочернилный рапор, и порохом мой обожженный приклад. Я сжимаю его, потому что кто-то там, на груди баррикады, под гигазой ненавидит меня и шаги собирает по лужам. Выясняю, пытаюсь понять, сколько злобы во мне. Ну а я отправляюсь докладывать нашему старшему, что война затянулась. Пора объявлять перемирие, ненавидеть весь мир, кто кого абсолютно не важно.